Дикие животные агрессивны и опасны. Лучше держаться от них подальше. Но с другой стороны, и огромный лев, и страшный крокодил нуждаются в любви и внимании. Сегодня я покажу вам трогательные моменты, когда дикие животные проявляют нежность и ведут себя дружелюбно. Кенгуру могут быть опасными и причинить людям серьезные травмы. Но этот кенгуру может разве что растопить ваше сердце. Он обожает обниматься. Это самый нежный кенгуру в мире. А этот мужчина сумел подружиться с росомахой. Это очень опасный хищник, который способен одолеть даже оленя. Но даже росомаха способна стать хорошим и верным другом. Этого тигренка решили познакомить с домашней кошкой. Но хоть они и были одного размера, кошка уже была слишком взрослой для детских шалостей и не захотела играть с тигренком. Водолаз Хироюки Аракава из Токио уже 30 лет дружит с рыбой по прозвищу Йорико, обитающей в подводном синтаистском храме. Хироюки ныряет к приятелю со специальным гонгом, услышав который Йорико непременно спешит навстречу дайверу. Обезьян считают воришками, но эта милашка наоборот оказалась очень щедрой. Она решила подарить девушке сувенир на память и аккуратно вложила его в ее ладонь. От всего сердца. Эмма еще одна бегемотиха, спасенная человеком. Несмотря на то, что бегемоты обычно очень агрессивны по отношению к людям, Эмма невероятно ласковая и добродушная. С ней по соседству живет бегемотиха по имени Молли. Она берет пример со старшей подруги и тоже добра к людям. Многие заводят хомячка или морскую свинку, но Мелани Типалдос из Техаса решила, что ее любимцем станет самый большой грызун в мире. Капибара по имени Гарри, по словам хозяйки, ведет себя очень дружелюбно и никогда не проказничает. А этот парень играет с волками, словно со щенками. Глядя на них, кажется, что волки ничем не отличаются от домашних псов. Такие же любящие игривые. На этих кадрах волк играет со своей подругой, волонтером службы защиты животных. Не каждый пес настолько ласков со своими хозяевами, как волк с этой девушкой. Вот еще один нежный волк. Похоже, на этих животных попросту наговаривают и на самом деле они вовсе не злые. По крайней мере, когда сытые. Этот тюлень ведет себя так дружелюбно, словно всю жизнь ждал встречи с этим дайвером. Единственное, чего стоит опасаться человеку при встрече с ним, так это быть задушенным в объятиях. Хорошо, что этот тюлень еще детеныш. Был бы он старше, точно раздавил бы эту женщину от избытка чувств. Не зря тюлени называют морскими котиками. Они и правда такие же ласковые, как котята. Купание среди морских котиков – это настоящее удовольствие. Они относятся к людям, как к близким друзьям. Этот морской лев – настоящая душа компании. Он любит быть в центре внимания. Неожиданно появившись на пляже среди отдыхающих, он позировал перед камерой и даже целовал понравившихся ему женщин. Но самыми дружелюбными и миролюбивыми подводными обитателями являются ламантины. Эти трехметровые добродушные великаны не боятся людей и легко идут на контакт. Речные дельфины настолько же дружелюбные и умные, как и их морские родственники. Несмотря на то, что деятельность человека привела к тому, что эти существа находятся на грани исчезновения, они все равно доверяют людям и даже готовы есть из рук. Детеныш носорога решил проявить свою нежность, кусая женщину за нос. Похоже, эти двое отлично поладили. В этом водоеме не слишком глубоко и мужчине ничего не угрожает. Но слон все равно распереживался за своего приятеля и решил вытащить его на сушу. Как говорится, береженого бог бережет. Это наверняка самый дружелюбный слоненок в мире. Ему, как и любому ребенку, хочется на ручки. Вот только выдержать вес этого малыша совсем непросто. Куалы, хоть и милые на вид, но бывают очень агрессивными и своими когтями способны сильно поцарапать человека. Но только не эта куала. Она пьет воду из рук у девушки и ведет себя очень дружелюбно. Совы – это хищные птицы с отлично развитыми охотничьими инстинктами. Но некоторые из них могут быть не менее ласковыми, чем попугаи. Даже такие грозные птицы, как грифы, могут быть очень нежными. Этот мужчина спас этого грифа еще тогда, когда он был птенцом. Теперь эта птица вернулась, чтобы выразить ему свою благодарность. Эти дружелюбные олени не просто разгуливали по городу, но и брали угощение из детских рук. Как думаете, может где-то поблизости стояли сани-санты? Этот дружелюбный лось захотел поближе разглядеть мотоцикл. Видимо, он очень интересуется техникой. Семейство лосей вышло из зарослей, чтобы попить воды из бассейна. Возможно, они надеялись, что их пригласят за стол, но люди оказались не слишком догадливыми. Этот лой заглянул на огонек и даже позволил хозяевам дома себя погладить. Этого мужчину зовут Джима, его медведя Джимбо. Эти двое лучшие друзья. Больше 20 лет назад Джим и его жена Сьюзан обнаружили в лесу травмированного медвежонка. Его мама стала жертвой охотников, и медвежонок остался совсем один. Джим и Сьюзан забрали малыша домой, назвали Джимбо и растили с любовью. Так что теперь этот огромный медведь считает Джима своим приемным отцом и очень ласков с ним. Летчик из Твери Андрей Иванов однажды спас маленького медвежонка, который остался без матери. Ему дали имя Мансура. Сперва медвежонка хотели пристроить зоопарк или питомник, но подходящего места долго не могли найти. А Андрей уже привязался к медвежонку. Теперь они практически неразлучны. Этот пеликан был еще совсем молод, когда отбился от стаи своих сородичей во время сильного шторма. К счастью, его обнаружил работник парка диких животных по имени Джеффри. Он не только ухаживал за птицей, но и научил своего пернатого друга ловить рыбу. Дело в том, что пеликаны – птицы коллективные всему учатся, наследуя других членов стаи. Джеффри заменила птицы сородичей. Эту девушку зовут Ласми, но коллеги называют ее львиной мамой. Она с раннего возраста воспитывала четырех львят в парке в Южной Африке. И теперь, когда они стали огромными опасными хищниками, совершенно их не боится. Рядом с ней эти львы больше напоминают нежных и ласковых котят. Этого парня львы считают членом своей семьи. Ему каким-то образом удалось завоевать доверие этих диких кошек. И теперь он полноправный член Прайда. Дэмиан и его жена Виктория воспитывали этих горилл. Но теперь пришло время выпустить их на волю. Супруги более 20 лет занимаются защитой этих животных. И, как видите, гориллы за это им очень благодарны и ласковы с ними. Маленькие тигрята вызывают умиление. Но вот держать в доме взрослого тигра решится не каждый. Но Ари Борхес из Бразилии приютил в своем доме не одного, а сразу семь тигров. Старшие дочери Ари плавают с хищниками в бассейне. Тигры спокойно разгуливают по дому и вообще много себе позволяют. Первые тигры появились у Ари еще в 2005 году. Он забрал их из цирка, так как считал, что там плохо обращались с животными. Эта женщина из Флориды держит у себя на заднем дворе бенгальского тигра. Она уверена, что ее любимец никогда на нее не нападет и даже не боится лежать с ним в обнимку. Очень хочется верить, что хищник не обманет ее доверие. Любимцем этого мужчины стал белый лев. Уж он точно не даст своего хозяина в обиду. Этот пожилой сотрудник зоопарка сильно заболел. Когда он почувствовал, что доживает свои последние дни, то сказал, что хочет увидеть жирафов, за которыми ухаживал большую часть жизни. Теперь жирафы ухаживают за ним. Один из них даже укрывает мужчину одеялом и целует его. Этот одинокий пожилой мужчина приходит в зоопарк, чтобы пообщаться со своим хорошим приятелем – вот этой гориллой. Это животное всегда его внимательно выслушает и не станет задавать лишних вопросов. Идеальный собеседник. А этот японец уже 40 лет заботится о своем любимце – двухметровом каймане. Он выгуливает его на поводке, словно пса, и даже чистит ему зубы. И пусть кайман никогда не помашет хвостом в знак приветствия и не принесет палочку. Его хозяин все равно души в нем не чает. Однажды житель Коста-Рики нашел раненого крокодила. Он забрал его домой и долгое время выхаживал. Когда крокодил выздоровел, мужчина решил вернуть его в естественную среду. На этих кадрах вы видите их трогательное прощание. Ну а крокодильчик на этих кадрах и вовсе похож на кота. Он бы точно замурлыкал бы, если бы умел. А этот храбрый мужчина кормит крокодила прямо с рук. За это рептилия даже позволяет себя погладить. Эту львицу зовут Маша. Она выросла среди овец и теперь может выпасать их не хуже овчарки. Маша ни за что не нападает ни на одну из своих подопечных. Хотя кто знает, возможно она просто не голодна? Ее хозяин рассказывает, что Маша ежедневно съедает по 2 килограмма мяса. Семейная пара из Пензы Александр и Мария Дмитриевы в 2016 году выкупили зоопарка Пуму. Своего любимца они назвали Месси. Пара регулярно публикует фото и видео с Месси в своем инстаграм и ютуб канале. Так что теперь Месси – настоящая интернет-звезда. Многие позволяют котам или псам спать в их постели. Но рядом с этим мужчиной спит его гепард. Он также ласков, как и домашний кот. Этого лиса зовут Кропера. Однажды представители благотворительной организации по защите животных нашли его больным на одной из английских улиц. Чтобы животное не страдало, его хотели усыпить. Но добрый человек Майк Траулера приютил его и выходил. Теперь Майк и Кропер – лучшие друзья. Этот человек тоже хочет подружиться с лисом. Для этого он дает лакомство прямо с рук. Что ж, думаю, путь к сердцу лиса и правда лежит через желудок. Джессика – самый знаменитый в мире бегемот. В детстве она чуть не погибла во время разлива реки Лимпопо. Но ее спасла семья жуберов. Они выкормили ее из бутылочки, но когда Джессика выросла, она разрушала все в доме, поэтому ее пришлось выселить. Но она все время заглядывает к жуберам, так как уже не может жить без них. Коди Энтел – это современный настоящий Тарзан. Он легко находит общий язык даже с самыми опасными животными, такими как медведи или тигры. Своими фото с хищниками Коди делится в Инстаграм. И это помогло ему набрать 2 миллиона подписчиков. А эту девушку называют королевой джунглей. Тигры, гепарды, крокодилы. В общем, все дикие животные без исключения ее друзья. Кевин Ричардсон разглядел в гиенах, несмотря на их дурную репутацию, верных и надежных друзей. Он считает, что гиены ничем не хуже собак. И глядя на эти кадры, с ним сложно не согласиться. Гиены – очень умные животные, легко поддаются обучению. И пусть они не умеют лаять или мурлыкать, зато с ними можно от души посмеяться. Выдры тоже мало кому нравятся, но на самом деле это очень миролюбивые животные. Если с ними поладить, эти животные способны доставить массу приятных эмоций. Они ласковые и игривые. Собаки любят, когда им чешут за ухом, а акулы обожают, когда им поглаживают морду. Не каждый решится доставить этим хищным рыбам такое удовольствие. Но у этого дайвера с этой акулой особое отношение. Эту бесстрашную девушку называют мать акул. Рыбы действительно любят ее и даже кладут голову ей на колени в знак доверия. Как видите, даже таких опасных хищников как акул можно приручить, проявляя по отношению к ним любовь и ласку. Это любят играть со своим другом не меньше, чем любой пес со своим хозяином. Китобои называли серого кита дьявольским существом, так как этот вид очень агрессивный и часто нападал и уничтожал их суда. Но когда коммерческий китобойный промысел прекратился, то эти киты стали вести себя совершенно по-другому. Этот огромный кит запросто мог бы перевернуть эту крошечную лодку, но вместо этого просто дал себя погладить. Этот фотограф снимал суриката в Бацване. И похоже, эти существа очень увлеклись фотосъемкой. Они пробовали себя не только в роли модели, но и помогали фотографу выбрать удачный кадр. Один сурикат даже взобрался на голову фотографу, чтобы руководить процессом. Все знают, что больше всего лайка в инстаграм набирают котики. Но ведь гепарды ничем не хуже. Похожие в душе эти хищные кошки – настоящие модели. Им нравится позировать и, думаю, их фото наберет не меньше, а то и больше лайков, чем снимки их одомашненных родственников. А этому леопарду, похоже, не понравилось, что его снимают без спроса. Он даже попытался отобрать у парня телефон. А может, он просто хотел посмотреть, как он выглядит в кадре? Или хотел получить плату за съемку? Если догадываетесь о его мотивах, то поделитесь своим мнением в комментариях. Львы в сафари-парках тоже частенько требуют к себе внимания. Например, этот лев чуть не вытеснил водителя. Львы часто проявляют нежные чувства по отношению к туристам. Но многих пугает их любвеобильность. У этого смотрителя зоопарка нет обеих ног. Он решился их во время занятия банджен-джампингом. Но зато у него есть два лучших друга. Это лев и такса. Интересно, что эти звери между собой невероятно дружны? Посмотрите, с какой нежностью они относятся друг к другу. А лучшим другом этого золотистого ритвивера является кот. Хотя, возможно, кот и не разделяет этих теплых чувств. Пес старательно вылизывает кота, не задаваясь вопросом, нравится ему это или нет. Ну, напоследок я хочу показать вам этого милейшего крота и попросить поставить лайк, если вы тоже любите животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok